Новосибирская область в числе пилотных субъектов страны, где реализуют новый механизм помощи обманутым дольщикам. В регионе появится специальный фонд, благодаря которому проблемные дома все-таки достроят. Часть средств на эти цели направят из федерального бюджета. Рассказывает Дмитрий Белькевич. Наталья Зибарева одна из 1300 обманутых дольщиков Новосибирской области. Несколько лет назад она приобрела однокомнатную квартиру в мегаполисе. Взяла ипотеку, но квартиру так и не получила. Стройка заморозилась. Женщина решила расторгнуть договор и вернуть деньги. Мы пошли в суд. Суд был в 2016 году. Нам присудили в расторге договор. Присудили выплату через судебных приставов. Постановление судебных приставов датировано в 2016 году. В течение 2016-2017 года ничего не происходило. В 2017 году я вступила в банкротное дело. Затем ей все же заплатили компенсацию по суду 800 тысяч рублей. Остались должны еще миллион сто. Со слов Натальи Зибаревой, приставы не нашли у застройщика. СМУ-3. Имущество, продав которое, можно было бы вернуть долг. Теперь семейная пара живет на даче и продолжает платить ипотеку. А вот и тот самый дом. Летом, благодаря усилиям властей, его все-таки ввели в эксплуатацию. Как и еще четыре аналогичных объекта. До конца года власти планируют вычеркнуть из черного списка еще восемь зданий. В целом же в регионе проблемными считаются 66 объектов. Сегодня в Новосибирской области готовы применить новый механизм, который позволит резко сократить объемы долгостроя. Создание регионального фонда по достройке проблемных домов. Нельзя это воспринимать как панацею, что все остальные дома мы будем теперь настраивать только через фонд. Это еще один дополнительный механизм. Для работы фонда из федерального бюджета на условии софинансирования из областной казны выделят средства. Старт в ноябре, но уже сейчас на одобрение в Москву областные власти направили список из 18 проблемных объектов. Если их утвердят, то на их достройку из консолидированного бюджета направят миллиард рублей. Затем по конкурсу определят застройщиков. Всего же на ликвидацию долгостроя региону потребуется около 15 миллиардов рублей. При этом часть объектов решено не достраивать. Проще и дешевле построить новые. Но, к примеру, дом на связистов требует всего 150 миллионов рублей. Тогда объект завершат, а дочки получат ключи от долгожданных квартир. В нашем объекте очень много людей, которые очень пожилого возраста. Молодые семьи есть, у которых ипотека. Они платят ипотекой, снимают квартиры. Между тем в области существует еще ряд программ по борьбе с долгостроем. Изменить ситуацию призван и переход на проектное финансирование. Правда, застройщики 74 домов пока не получили одобрение банков. Но власти надеются, что смогут урегулировать ситуацию. Дмитрий Белькевич, Андрей Руднев, Новости ОТС.